Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» об актуальных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня в выпуске. Благоустройство, ремонт дорог, развитие, образование. Более 500 миллионов рублей Республика направила на развитие «АллатРа». Кардиостимуляторы нового поколения. Кардиохирурги Чуваши привели уникальные операции на сердце. Футбол, игра народная. Финалистов детского турнира чествовали на большой арене. Инвестиционные программы муниципалитетов, ключевая статья расходов бюджета. Свыше 500 миллионов рублей из казны Республики в этом году направили «АллатРю». Благоустройство, ремонт дорог, развитие, образование среди приоритетов. Как реализуются городские проекты, сегодня проинспектировал глава Республики. Эта дорога в частном секторе «АллатРа» в капитальном ремонте нуждалась давно. Годами водителям приходилось объезжать ямы. Не каждая машина могла преодолеть такой тернистый путь. Проблема местных автомобилистов была решена в рамках национального проекта. Обновили не только проезжую часть, но и тротуары. А «АллатРа» подтвердила? Катис в асфальте, что в соответствии все не подтвердилось. В этом году за счет бюджета Республики построили и новую дорогу, которая свяжет город с индустриальным парком. В «АллатРе» продолжают создавать комфортную городскую среду. Во дворе дома по улице Березовая в этом году оборудовали игровую площадку на радость детворе. Михаил Игнатьев отметил, что многомиллионные суммы в бюджете закладывают и на проекты, основанных на местных инициативах. Инициативный бюджет Республики в этом году более 600 проектов реализовывает. А мы с бюджета деньги выделяли и будем выделять, будем оказывать содействие. Вот эта красота, это благо для себя, для жителей самих многоквартирных домов. Но из окон машин открываются и неприглядные виды, например, на эти бараки. Глава региона поручил снести бесхозные постройки до конца этого года. Это, конечно, непросто. Они говорят, это мое, это моя собственность и все остальное. Разговоры там бесконечные. Но когда не вычистите все это дело, и слева надо вычистить, и справа надо вычистить, тогда вычистить. Еще одна проблема – нехватка парковочных мест. Жителям приходится оставлять машины, где попало, и у детских площадок, и на газоне. Михаил Игнатьев поручил пойти по пути столицы республики и создать во дворах эко-стоянки. Через собрание депутатов надо принять. Вот правила игры. Вот как должна выглядеть дворовая территория. Свои наболевшие вопросы главе региона задавали и местные жители. На контроле каждая просьба. По Чувашии у нас, значит, это самый дорогой газ. Горячая вода на 166 рублей. Все услуги сферы ЖКХ нерегулируемые. Городские власти представляют расчеты. Они на сегодняшний день для населения коммерческим не являются. Это однозначно. И сегодня же глава региона встретился с епископом Феодором. В Алатаре продолжает развиваться паломнический туризм. Задача местных властей создавать комфортную среду для горожан и тех, кто приезжают сюда отдохнуть от суеты мегаполисов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Важный аспект программы по переселению граждан из аварийного жилья – оперативный снос таких зданий. Сегодня в столице Чувашии снесено 242 старых дома. Осталось освободить еще 20 земельных участков. Работы сейчас ведутся по нескольким адресам. Снесены постройки на улице Яблоневой, Бичурина, Энергетиков, Престанционной. Требования у администрации столицы весьма жесткие. Сжатые сроки, полная чистота на освобожденных земельных участках. К нами ведется претензионная работа. Ввиду неисполнения подрядчикам условия контракта. И также будут договора расторгнуты. По улице Декабрестов, дом 2. Дом снесен, но не вывезен строительный мусор. В связи с неисполнением подрядной организации у компании Алснаб, договор расторгнут 21 октября 2019 года, направлено на обращение в Уфас по Чувашской республике о включении в реестр недобросовестных подрядчиков. Также готовится документация на объявление аукционной для определения подрядной организации. 59-й дом по улице Константина Иванова из списка для сноса исключили, потому что признали объектом культурного наследия. При остановленной работе и по адресу улица Гражданская, 25. Там проходит газопровод к соседним домам. Сначала придется перенести коммуникации. Таким образом, 9 многоквартирных домов сейчас находятся в процессе сноса, отметил глава города Евгений Кадышев. По двум домам идут конкурсные процедуры по отбору подрядной организации на проведение работ. Нарушение сроков расчистки территории влечет за собой задержку нового строительства на этих площадях. Муниципалитет теряет выгоду, поэтому процесс нужно ускорить. Комфортная среда начинается с благоустроенного двора. Когда в нем чисто, есть скамейки для отдыха и даже пара качелей. Повседневная жизнь начинает играть новыми красками. О предстоящих переменах в благоустройстве села и деревень в нашем репортаже. Раньше по осени грязь и риск повредить ноги в яме на тротуаре, а теперь чистота. Жители дома номер 41А по улице Заводской в Комсомольском не нарадуются новому асфальту. Говорят, как живут здесь, ремонта двора не видели. Давно ждали. Давно. Раньше грязно было. Очень грязно на самом деле. Все хорошо, спаги чистые, все хорошо, нормально. Правда, тут же отмечают, отремонтированные дворы и придомовые территории в селе большая редкость. Сделано пока еще совсем немного. Мы, значит, на сумму более 700 тысяч привели в порядок, благоустроили асфальтные покрытия. Раньше все время жаловались жители этого дома, даже близлежащих домов. Для того, чтобы в селе жилось уютнее, а по дорогам ездить безопаснее, здесь уже готовят перечень потенциальных объектов, которые можно будет отремонтировать в следующем году. Проведем сейчас в ближайшее время ревизию, инвентаризацию этих дворов территории и определим, где будут потрачены деньги именно на эти цели. Всего за этот год в Чувашии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 250 дворов и проездов к ним. И это только начало масштабной целенаправленной работы по наведению порядка в наших дворах. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. С 1 января 2020 года по решению российского правительства в регионах страны начнется реализация новой программы под названием «Сельская ипотека». Желание поучаствовать в этом уже выразили два банка – Россельхозбанк и Сбербанк. Жители смогут построить дом в сельской местности, используя кредит всего под 3% годовых. Вот что думают по этому поводу жители Цивильска. «Так как на селе сейчас молодежи не остается, все уезжают в город, а это будет такая поддержка, чтобы привлечь молодежь в сельскую местность». «Для людей среднего возраста, я думаю, что это очень даже хорошая возможность. Я сейчас в таком возрасте нахожусь, то да, могу сказать, наверное, уверена, что воспользовалась бы». «Когда есть возможность оформить кредит для улучшения, скажем так, такого рода личных условий, под небольшой процент, почему бы и нет? Я отношусь к этому поводу». Более подробно о сельской ипотеке сразу после выпуска новостей расскажет Ирина Письменская, директор Чувашского регионального филиала Россельхозбанк. И объект, например, садик вовремя достроить и лишние деньги из бюджета не потратить. Такая задача стоит перед государством, как заказчиком строительства. Для этого нужно грамотно составить проект и сметную документацию, чтобы сразу учесть все нюансы и расходы. Семинар на эту тему провели сегодня в Минстроевой Республике. «В Российской Федерации реализуются 12 национальных проектов. В 11 из них участвует Чувашская Республика. Ни в одном из этих, скажем так, национальном проекте не обходится без строительства. А строительство, вы сами знаете, начинается всегда с разработки проектной сметной документации». Получить дополнительное федеральное финансирование сегодня можно фактически по каждому федеральному или национальному проекту. Главное, чтобы была подготовлена качественная проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Говорил в одном из интервью министр строительства России Владимир Якушев. Качественная – это такая, которая позволит вовремя достроить объект без дополнительных вливаний в процессе. Государство старается потратить как можно меньше, подрядчик получить как можно больше. И найти золотую середину позволяет как раз качественно разработанная проектно-сметная документация. Неграмотно составленный документ напротив грозит срывом программ. Ситуация. Сметчики неправильно посчитали количество материалов. Заложили меньше. Денег на объект выделили, соответственно, смете. Подрядчик, желая выиграть тендер на строительство, еще снизил цену. Итог. Стройка встала, а объект не сдан. На семинаре обсудили, как участие максимальное количество нюансов, использование нового программного обеспечения, изменения в законодательстве и другие вопросы. Ольга Пырычкина, Павел Редков, Республика. Приблизить высокотехнологичную помощь к пациентам, сделать ее доступной для максимального количества больных – одна из задач нацпроекта здравоохранения. В Чувашии такая помощь в 80% случаев оказывается в местных клиниках. В Республиканском кардиологическом диспансере хирурги проводят операции с помощью уникального оборудования. 24 часа в сутки под надежным контролем. Хирурги сегодня творят настоящие чудеса. Речь о кардиосимуляторах нового поколения. Этот прибор способен проводить, включать эти импульсы, которые корректируют работу сердца и спасают пациента в экстренной ситуации уже изнутри через электроды. Он так и называется – кардиовертор-дефибриллятор. Пациентам устанавливается при определенных заболеваниях и в рамках высоких технологий за счет бюджета федерального и местного регионального. Сам прибор не больше спичечного коробка. В зависимости от степени нарушения работы сердца он контролирует его ритм. При необходимости запускает как при ручной наружной дефибрилляции. По сути, это личная скорая помощь. Операция поможет в прямом смысле вдохнуть жизнь в пациента. Операция будет проведена под местной анестезией. В конце операции мы дадим небольшой наркоз с целью тестирования аппарата. Это устройство, которое имплантируется очень тяжелым пациентом. При хорошем раскладе аппарат прослужит до пяти лет. Впрочем, до востребования прибор может находиться и дольше, при условии, что опасной аритмии, требующей срочного вмешательства, не возникнет. После операции к обычной жизни пациент вернется через 3-4 недели. У нас есть пациент с пересаженным сердцем, которому сначала имплантировали подобную систему. Которая дала ему возможность дожить до своей операции. Сейчас он уже четвертый год даже работает. Живет активно. А возраст около 40 лет. Внезапное учащенное сердцебиение, головокружение и потери сознания – сигнал тревоги об опасном нарушении ритма сердца. Кардиостимулятор навязывает нужный ритм, помогает анализировать его работу. С 2012 года 5-7 больным ежегодно устанавливают такие приборы. Аппарат дорогостоящий, но для пациентов бесплатный. И что особенно важно, теперь за высокотехнологичной помощью не надо обращаться в другие регионы или в Москву. Годами стоять в очереди на операцию. Кардиохирурги в Чувашии справляются со многими тяжелыми заболеваниями. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов. Республика. Юные спортсмены из Чувашии на днях вернулись со Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксар-арена с ними встретился министр спорта республики. В формате 6 на 6. В Москве впервые прошел фестиваль детского дворового футбола. После региональных отборов в столице встретились 61 футбольная команда мальчиков и 21 команда девочек. В их числе две из нашей республики. Девочки из 61-й чубоксарской школы и мальчики из Янтиковского района. Юные леди в упорной борьбе сумели замкнуть пятерку сильнейших. Им помогла самая настоящая любовь к футболу, говорит полузащитник команды. Футболом я занимаюсь с первого класса. Выбрала я этот вид спорта, потому что часто гуляла во дворе, а мальчики играют в футбол. Ну, приходилось с ними играть. Игра даже среди девочек выдалась жесткой, отмечает тренер. В сильные стороны нашей команды сплоченность. Все девочки дружненькие, все друг за дружку боролись. Как бы сильные удары на себя принимали. Очень больно было, плакали, вставали, опять бегали. Команде мальчиков, хотя и удалось выйти в плей-офф, но они смогли занять лишь 21 место. Мы очень старались, конечно, были глупые ошибки. Будем исправлять сейчас, будем стараться. Будем дальше уезжать на другие соревнования, будем показывать себя. Фестиваль проходил в Москве в рамках партийного проекта «Детский спорт». Его цель – привлечь как можно больше детей и подростков к систематическим спортивным занятиям. В нашей республике делается очень многое для развития детского футбола, юношеского, взрослого футбола. Буквально вот 26 октября указом главы республики Михаила Васильевича Игнатьева на наше ведомство было выделено 500 миллионов рублей. Часть суммы пошла на ремонт и реконструкцию существующих спортивных сооружений. И 300 миллионов целенаправленным выделением вот этих средств будет использовано на то, чтобы в 10 районах нашего региона построить искусственные поля. Пока в республике 24 футбольных поля с искусственным покрытием, которые практически не бывают свободными. В ноябре в Чувашии пройдет международный этнокультурный форум «Золотая колыбель». Он посвящен столетию образования Чувашской автономной области. Форум будет проходить два дня – 8 и 9 ноября. Для участников и гостей организованы научно-практические семинары, мастер-классы, концерты и лекции, дизайнерские выставки и обзорные экскурсии. Завершится форум фестивалем исполнителей этнической музыки. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Прямо сейчас полезная информация. Не переключайтесь, а я с вами прощаюсь. До завтра. Дубленки, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. Ярмарка «Ермак» в Чебоксарах готова к зимним холодам. Мы привезли новую зимнюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно удивит вас своим ассортиментом. Более 5000 номинований курток, пуховиков, дубленок, пальто премиум класса. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. В коллекции «Зима-2019» большое разнообразие дубленок. В этом году у нас поступило большое количество дубленок. Дубленки из искусственного материала, декоративного искусственного материала с лазерной обработкой. Дубленки украшены натуральными мехами, очень приятные, мягкие на ощупь. Приходите. Оптовые цены и широкий размерный ряд – весомые преимущества ярмарки «Ермак». Например, осеннюю куртку можно купить всего за 2480 рублей, а теплую зимнюю – за 3700. Пришла в магазин «Ермак» купить куртку. Нашла себе подходящую, очень красивую, элегантную, весена приемлемая. Валентина Моисеева на ярмарку приехала из Новочебоксарска. В итоге куртку купила и себе, и мужу. Приехали из Новочебоксарска купить себе верхнюю одежду. Очень понравилось в «Ермаке» нам. Одежда очень удобная, молодежная. И всегда цвета красивые, и фасоны красивые. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49.